Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok там, где есть нормальное руководство, и можно нормально работать. Проходит время, Иванов уходит в отпуск, на больничный. Потом мы узнаем от родных, что Иванов как бы на полигоне в Николаеве до подготовки на АТО. Он ушел добровольцем, да. Я набила справки, действительно, уже я узнала, что он в батальоне Донбасса. И он сказал, дитя Люда, я добьюсь все-таки правды. Я с другим путем пойду. Я приеду сюда, действительно, это так было. Он говорил мне, я приеду сюда, я им всем докажу, что я не крыса, как меня обзывали на работе. А почему его так обзывали? Ну, потому что Мороз его поставил, насколько я знаю, вот я не знаю, там люди, которые с ним работали, может, лучше это знают. Начальник тогда, тогда с ним, он был начальник, Мороз у него, так он его поставил. Значит, ну, как они строятся с утра, там, я не знаю, их план работы. Ну, факт в том, что действительно было, а начальник сказал, что в нашем коллективе завелась крыса. Это крыса Дима Иванов. Ну, это после того, как он в Одессе был в областном МЧС, он был, и, по-видимому, оттуда были какие-то звонки по поводу этой сядки. Добрый день, это Николай Викторович Морозов? Да. Здравствуйте, меня зовут Мария, я журналист Громадской Толобачине Одессы. Я сейчас в Ананеве, делаю, в общем, материал по Дмитрию Иванову, бывшему вашему сослуживцу. Буквально, я не знаю, там 5-10 минут вашего... Вопрос в том, что я нахожусь в Одессе, а не в Ананеве. Вы до скольких будете? А в Одессе вы до скольки будете? До 17.00. До 16.00, в 4 часа я уезжаю уже. Смотри, я давайте сейчас заложу своему руководству, что вы хотите со мной встретиться. Что они мне скажут? Стоит, не стоит мне и все такое. Потому что я человек подневольный, у меня есть начальство. Так что, вы пообщались с начальством? Да, да. Начальство сказало, что при главном управлении на Брохоровской 6 есть отдел по связи с общественницей. Все вопросы и комментарии они надают. Ага, я поняла. Да, но вы же работали с Дмитрием. Как они мне расскажут о нем? Что они мне могут рассказать там? Они могут рассказать вам все. Потому что поощрение, там и все документы по нему назначали, отчеты, ой, зачеты в нем принимали. И все там в лавке, в главном управлении. Я действительно узнал от чужих людей, что его по статье уволили. Я ему звоню, Дима, говорю, это что, правда, тебя по статье уволен? Он говорит, это неправда, я все уладила. Он не хотел меня расстраивать. Как говорится, мои лишние проблемы мне эти создавать. Хотелось бы, конечно, хотя бы, потому что действительно нет человека, нет проблем. Но хотелось бы, чтобы помогли. Потому что он пошел воевать не за деньги. Он не за деньги. Он не нуждался в деньгах. Он не был тем бедным человеком, который пошел воевать, ему семью нечем прокормить, понимаете? Это все вот здесь вот было. Хотя мы его переубедить не могли. Уже потом мы не могли. Мы ему всякие варианты предлагали. И могли бы это сделать, он не хотел. Все-таки он шел. Вы не понимаете ничего и все такое вот. Понимаете? Мы не понимали. А он понимал. И погиб, вот не знаю, почему погиб. За что погиб. Субтитры создавал DimaTorzok